Число пострадавших в ДТП под Увельским районом возросло до 12 человек. В тяжелом состоянии остается одна женщина. Несколько часов назад ее прооперировали. Она находится в реанимации. Жуткие подробности столкновения рейсового автобуса, грузовика с тортами и легковушки попытался узнать наш корреспондент. Это жуткие кадры с места ДТП. Салон автобуса весь в крови. По трассе разбросаны торты. Они выпали из газели, которая везла сладости из Челябинска. На автодороге Челябинс-Троицк, границей республики Казахстан, произошло дорого-транспортное происшествие с участием автомашины «Газель», автобуса «Гранберт» и автомашины «Хундай Солярис». Следователи уже восстановили предварительную картину столкновения. Примерно это выглядело так. Водитель «Газели» кондитерской фабрики не справляется с управлением. Выезжает на встречную полосу. По касательной сталкивается с рейсовым автобусом. Пассажирский транспорт оказался в кювете. Тем временем «Газель» врезалась еще и в иномарку, а потом тоже улетела с дороги. Грузовик кондитерской фабрики перевернулся и загорелся. Водитель чудом успел выбраться и остаться жив. Вот он, предполагаемый виновник ДТП. Приблизительно не понял, как получилось, но буквально на секунду то ли отвлекся как-то, то ли в зеркало посмотрел. Поворачивался обратно в лововое стекло и увидел, навстречу мне едет автобус. Как я понял, я выехал немножечко навстречу. Неуправляемая «Газель» едва не смяла еще один автомобиль, но шофер успел уйти от удара, а водитель «Хиндай Солярис» нет. Нива была еще впереди. Нива вернул и пошел в кювет. А я тут контраст. У меня нет, что-то было. Тем временем в автобусе находилось 22 пассажира. Точное число пострадавших пока устанавливается. Сейчас известно о 12. Людей отправили в ближайшие больницы в Еманжелинск, в поселок Увельский и Южноуральск. Доставили к нам всего 12 человек. Из них 6 человек госпитализировано. Подлежало госпитализации вообще-то человек 8, но две женщины отказались от госпитализации. Одна отправлена в Увельскую районную больницу. Жительница Челябинска уехала в Челябинск, там перелом челюсти. Одна из пострадавших находится в тяжелом состоянии. Ее доставили в реанимацию с переломами и черепно-мозговой травмой. Сейчас женщина перенесла операцию. В настоящий момент сотрудники ГАИ устанавливают все обстоятельства аварии. Оксана Кравцова, 31-й конкурс.